приветствую вас друзья смотрел вчера бой шарафа давладмродова против анатолия токова они дрались еще в 2021 году в беллотере в москве и тогда шараф давладмродов показал очень красивый и зрелищный бой и тогда можно было отдать ничью и я не знаю там был спорный бой что вот якобы и шараф выиграл этот бой но первый бой да но вот вчера они дрались в реванши в лиге эси эй шараф давладмродов проиграли единогласным решением судей шараф давладмродов проиграл все 15 минут вот этот бой длился 15 минут три раунда по 5 минут и вот каждый каждую минуту шараф давладмродов проиграл он ничего для победы не делал он работал пассивно бросал длинный джеб чтобы токов не подходил к нему правой рукой вообще редко ползовался и даже не боролся я не знаю ну по всем по всем статьям по всем аспектам шараф давладмродов проиграл вчерашний бой и ему 32 года а токов 34 года я я даже не знаю я смотрел интервью я думал реально и по габаритам шараф давладмродов больше рост выше 170 187 а у токова 180 и я думал на этот раз реально шараф давладмродов покажет как говорится где раки зимует ну друзья смотрите и пишите свое мнение мнение именно по поводу реванша и шараф давладмродов подписал контракт еще в америке и в одной организации что вот если там он победит то его подпишут в организацию ufc так что я не знаю если вот так показывают бои вот как вчера он дрался я не знаю ребята пишите свое мнение в чем причина почему шараф давладмродов показал такой пассивный бой да именно вот по вообще не хотел как будто драться я не знаю друзья пишите свое мнение будет очень интересно просто подписываемся на канал друзья поздравляем анатолий токова с победой и конечно же шараф давладмродов восстановиться и вернуться сильнее друзья подписываемся на канал мира вам и добра